Музыка А жил-был в мире людей случай. Он сам не знал, откуда взялся. Ему казалось, что он был всегда. И был он такой естественный, такой непосредственный, просто как ребенок. И как все дети, он хотел только одного – играть и радоваться. Он очень любил нагрянуть кому-нибудь неожиданно, чтобы удивить и повеселить. Но люди обычно пугались и говорили неприятные про него вещи. Ну и ну, случится же такое! Или какой нелепый случай? Или еще хуже – жуткий случай произошел вчера. Это звучало обидно. Случай не понимал, почему ему никто не рад. И от этого часто грустил и становился несчастным. Тогда от него вообще уже начинали шарахаться. Несчастный случай, объясняли люди всякие происшествия, которые так часто с ними происходят по собственному недосмотру, недомыслию или недоверию. И от этого глобального непонимания случай действительно делался все более несчастным. Однажды хмурым осенним днем случай сидел, нахохлившись на скамейке под мокрым тополем и мрачно думал, ну и ладно, буду несчастным случаем, не хотят играть и не надо, сами виноваты. В это время по аллее шла она, зеленоглазка в белом плаще, а навстречу плавно и задумчиво катился на роликах он. Их траектории никак, ну никак не пересекались. Но тут вмешался случай. Исключительно благодаря ему он споткнулся, нелепо замахал руками, приземлился на живот в центр лужи. И целая туча брызг окатила ее с ног до головы. В случае мрачно смотрел на дело рук своих и привычно ждал, когда его начнут ругать. И вдруг затянувшаяся пауза прервалась безудержным хохотом. Он, лежа в луже, глядел на нее снизу вверх и веселился. Никогда, ну никогда я еще не падал к ногам дамы так галантно. Она неуверенно улыбнулась, потом засмеялась, а потом ее смех зазвенел серебряными колокольчиками на всю аллею, на весь парк, на весь мир. Никогда, никогда я не могла понять, как чувствует себя мокрая курица. А теперь знаю, хохотала она. Как честный человек, я теперь просто вынужден доставить вас туда, куда прикажете. Поднимаясь из лужи, сообщил он. «Я живу в соседнем доме. Как истинная леди, я просто обязана предложить вам отмыться, отогреться и выпить чаю с медом и малиной», – улыбнулась она. Случай был в шоке. Он вообще не понимал, что происходит и когда же его начнут поносить и порицать. Он поплелся за пострадавшими, соображая, как быть дальше. Вскоре мокрая парочка уже входила в лифт многоэтажного дома. «А вмешаюсь-ка я опять», – решил случай. И случился. Лифт взвизгнул, дернулся и встал между этажами. Случай привычно приготовился к потоку претензий и… «Боже, как романтично!» – воскликнула она. «Как в голливудском блокбастере!» – подхватил он. «А вы тоже любите кино?» – заинтересовалась она. Ничто так не сближает людей, как совместное застревание в лифте. Через полчаса они уже знали друг о друге почти все. Через час он согревал ее замерзшие руки своим дыханием. Через полтора часа их губы впервые соприкоснулись, и это оказалось прекрасно. Когда подоспели ремонтники и двери лифта наконец распахнулись, двое вышли, держась за руки, и, сияя, над головой парили довольные амурчики, а на лестничной площадке явственно ощущался вальс Мендельсона. Случай и рабочие ремонтники завороженно наблюдали эту сцену, и никто из них не вспомнил, что их надо ругать. «Какой счастливый случай нас познакомил!» – через пару часов спросил он, сидя на уютной кухне и любуясь той королевной, что еще недавно по воле случая была мокрой курицей. Она засмеялась и сказала, «Ну да, это же надо, так странно познакомиться, с виду вроде несчастный случай, а если вдуматься – счастливый!» «Это они про меня, что ли?» – засмущался случай. «Что бы им еще такого хорошего сделать? Электричество, что ли, вырубить? До утра, а?» И когда разом погасли огни всех домов микрорайона, он и она просто стояли у окна, смотрели, как на прояснившемся сумеречном небе мигают ресничками едва проснувшиеся звезды. Теперь случай действительно был совершенно счастливым!